Привет всем друзья, с вами Степан Холера и пик-пик-пик на часах 9 часов Вашингтонское время. У нас остался буквально с вами один прокос, я специально отпустил работника, чтобы самому этот прокос сделать мы с вами начинали, нам с вами и заканчивать. Также в прошлой серии, как вы помните, мы сгоняли на мельницу и продали пол прицепа пшеницы. На этом мы заработали 1973 доллара, первые, так сказать, трудовые доллары нашего героя на поприще фермерского хозяйства. Так, давайте взберемся. Наш старенький комбайн и сделаем прокос, кстати. Работник, конечно, парень умелый, но он тоже немножко накосячил, вы видите, да, что осталось буквально вот чуть-чуть, и нам придется еще один прокос все-таки сделать, даже это не один, а, так скажем, половина прокоса. Но да ладно, зато он нам помогает тем, что пока мы там где-то ходим, бродим, чай пьем, или вообще ворон читаем, он работает. Как-никак, но работает. Так, что там у нас в бункере? 35% загрузки. И в прицепе нашего трактора еще 25%. Скорее всего, мы эту пшеницу с вами уже не будем везти на мельницу, а отправимся ее сгрузим на склад. Так, я думаю, что когда на складе у нас появится более-менее... Ну, я бы даже сказал не на складе, на складе у нас и так там полно этой пшеницы, дядя заготовил, молодец, спасибо ему. Когда цены подрастут, то вот тогда мы с вами, наверное, и продадим эту пшеницу. Так, включить-выключить, относить жадку, я тут еще слегка путаюсь. Куда-то что нажимать? Да неудивительно, мы же сегодня с вами 6.40 работаем. Фактически 2 часа только на сельхозтехнике. Поэтому ничего удивительного, что наш Степан немножко путается где-то что. Как говорится, дело наживное, у нас еще полно времени и полно будет опыта. Я так надеюсь. Так, последний прокос. И потом еще, наверное, вот там сбегаем с вами... Вернее, съездим. Съездим вон туда, вон те два островка. Тоже захватим. Ну и будем дальше уже подготавливать вот это наше поле к следующему севу. Посмотрим, что там у нас в цене поднимается. И это, наверное, будем с вами сеять. Возможно, канола там... Мне понравилась цена на канолу. Самая дорогая культура, которая может быть. Ну и еще овес вроде бы ничего. Ну, короче говоря, там посмотрим. Сейчас это докосим. Сгрузим все в трактор. И отвезем на склад. А там уже, кстати, разберемся. Мы с вами так полностью и не просмотрели наш Серхоз-2. Как раз самое время немножко там будет пройтись. И, возможно, на те деньги, которые у нас с вами есть... На 7000... Нет, наверное, ничего мы на 7000 с вами не купим. Я хотел сказать, что, возможно, мы с вами съездим в деревню. Посмотрим, в этой самой деревне есть рынок. На этом рынке магазин, и в нем продается сельхозтехника. Так, выключить жатку. Так, выключить жатку. Выставить трубу. Все скрипит, все надо смазывать. Везде нужны руки. Руки, время и деньги в основном. Конечно же, деньги. Ну, что там, как говорится, грех жаловаться. Техника-то все-таки неплохая у нас с вами. Кое-что есть. Кое-что дядя оставил. Так, подъедем поближе. Аккуратно. Так, и смотрим. Денежки, денежки капают. Ну, пока не денежки, но все равно 2 тонны. 2 тонны 215 килограмм. Прекрасно. И прошлый раз мы с вами... Сколько же там было? 3 тонны с лишним. Короче говоря, 5 тонн. Мы с этого поля с вами взяли. Мне вот интересно, есть ли его удобрить и еще раз той же культурой засеять. Хотя, как говорят, что нужен севооборот. То есть, или овес, или что-нибудь другое посадить. Но это, как я уже сказал, мы сейчас с вами сгрузим на склад эту пшеницу. Посмотрим, какие цены и куда нам следует отвезти наш следующий рецепт. Вот он, наш слад. Тут у нас канула, овес, пшеница и кукуруза. Кажется, полный бункера, короче говоря. Есть что продавать. Вот. И 1% наверное все-таки мы с вами продадим. И я хочу все-таки что-нибудь докупить. Например, мне нужна такая штучка, короче, такой аппарат, который разбрасывает удобрения. Вот. Я думаю, что оно недорого будет стоить. А, как говорится, первая необходимость. Поле-то нам нужно подготавливать. Так, давайте взглянем. По погоде у нас все в порядке. Солнечно. Так, а вот здесь вот интересно. Пшеница на мельнице 679, овес 700, канола 1000. В порту, кстати, дороже, чем на мельнице. А в ресторане? В ресторане она еще дороже. И, кстати, цена растет. Супер. 1300 фактически. Я думаю, давайте один прицепик вот этого сейчас нагрузим. И сгоняем. Сгоняем в этот ресторан. Продадим. И на вырученные деньги уже посмотрим, что мы там сможем купить. Так, канала у нас, кажется, вот этот вот бункер. Аккуратненько подъедем. Не хватало еще технику разбить. Хотя вы знаете, что техника здесь не разбивается, но все равно. Как-то неприятно, когда трактор подпрыгивает. Или прицеп. Из-за того, что мы куда-то неправильно заедем или куда-то что-то не так сделаем. Так, я вот думаю, куда нам лучше поехать? Мы можем поехать по деревне, а можем поехать вон туда, направо. Здесь по деревне такие мне не нравятся закоулочки. Ну а с другой стороны тут рынок рядом у нас. Да и не были мы с вами еще в деревне ни разу, поэтому давайте поедем по деревне, а назад будем возвращаться уже, наверное, другим путем. Хотя нет, соврал. Как же другим путем? Нам же нужно будет на рынок. Вернее, в сельхозмагазин. Вон он. Народ праздно шатается. Машины ездят. А нашему герою все не досуг. Нам нужно работать. Нам денег не надо, работу давай, как говорится. Так, кажется, я право наеду. Я, откровенно говоря, тут еще не бывал и толком еще ничего не знаю. Кажется, я вот на миникарте видел, что вот вроде бы как сюда. Наверное, миникарту мы с вами оставим. GPS. Будем смотреть, иначе я точно заблужусь. Так. Нам. Куда нам? Куда нам? Кажется, вот сюда. Поедем вот за этой синей машиной, кстати. Но в этом поле мне довелось немножко поработать. А именно, в обучайной миссии у нас здесь был сбор кукурузы. На специальном комбайне. Мне понравилась техника. Так, газированные гонки. Местный торговый автомат сломался, и вас попросили доставить несколько ящиков гайдеза газировки. Нужен фронтальный погрузчик с захватом для поддонов. Мы с вами пока откажемся, а там в магазине посмотрим. Хотя я в прошлой серии и говорил, что это довольно-таки чиперские. Мне кажется, за доставку газировки газировки платить 5 тысяч. Практически 6. Газировка там будет стоить, наверное, ну 20 долларов, может, ну 30 пускай максимум. Но платить за это 6 тысяч баксов, это просто цирк. Поэтому, наверное, мы пока с вами не будем этим заниматься. Это неинтересно. Сразу же миллионером стать на доставке газировки. Там у меня вижу какой-то то ли кемпинг, то ли что-то такое. И ресторан. Так, вот сюда. Мы уже знаем, на Менеце мы такое видали с вами. Смотрим, что там у нас по деньгам. 7835. Высыпаем наш урожай. И у нас... 15200. Круто. Практически 7000, так на вскидку. Ничего себе. Неплохо заработали, я вам скажу. Мне это нравится. И самое главное, что мне нравится, то, что у меня большие запасы дома. В бункерах там еще. Ого-го, как говорится. По 8 тонн, кажется, каждая культура. Короче говоря, живем. Будет все забросить. Продадим, да поедем на Малюту. Нет, дядя, наверное, не одобрит. Поэтому сейчас мы с вами возвращаемся тем же путем. Едем. Смотрим в магазине, что-то мы можем купить. Как я уже сказал, я хочу купить машину вот эту для удобрения. Для того, чтобы их разбрасывать. Так, это что, мне дорога уступает? Ну, спасибо. Что, действительно уступает? Нет. Просто кто-то заснул, наверное, на перегрузке. Вот. И хотя это вроде бы солома, которую мы с вами пока не можем собрать с нашего поля, служит типа как удобрением, я так понимаю, если мы ее запопаем или закультивируем, то она перепреет и будет удобрением. Но все равно, я думаю, что стоит удобрить минеральным удобрением. Настоящим. А там перепреет эта солома или не перепреет еще, как говорится, вилами по воде писано. Или бабка Натвая сказала. Или гадание на кофейной гуще. Так, ладно, ладно. Хватит. То можно тут переводить еще полчаса разные примеры. тетку постараемся не задавить. Так, вот она сельхозтехника. Ну-ка взглянем. Кто бы мог подумать, я никогда бы, по крайней мере, не подумал, что меня когда-нибудь заинтересует сельхозтехника. Кстати, давайте в банкомате посмотрим, что там у нас по финансам. Так, кредит. Банк дает вам максимальный кредит 200 тысяч. Не хочу я кредит. Кредит 100 тысяч минус 84 тысячи. Да. Нам еще платить-то платить с вами. Доход от продажи урожая 9 тысяч мы заработали. Ух ты, круто. Заработная плата 120 долларов, эксплуатация техники 93 доллара и все остальное по нулям. Вот это меня, конечно, нравится. Чистоган, как говорится. Уплатить 5000 долларов. Так, погодите. У нас 15. Нет, давайте мы уплатим. Сначала мы сбегаем с вами. Это что такое? Продать технику напрямую не хочу продавать. Фермерский магазин. Здесь вы можете приобрести технику оборудования из животных. Понятно. Давайте заскочим, посмотрим. Ну, понятно, никто бы сюда этот комбайн не затащил в павильон. картонная техника на фанерной подставке. Давайте взглянем, что здесь можно купить. Так, у нас таких трактора есть. Даже 4. Сейм. Аргон какой-то, да? 57 тысяч, однако, неслабо он стоит. Этот вообще 65. Ну-ка, давайте посмотрим. Максимальная мощность 134 лошадиных сил. Обслуживание 270 долларов. Ох, нифига себе. Это в конце дня с меня вычтут столько денег. О, этот еще круче. Но хотя по максимальным лошадиным силам он поменьше. Да, обслуживание тоже меньше. Но выглядит, конечно, красавчик. Ладно, нам не это надо. Вот, фронтальный погрузчик. 26 тысяч, поэтому смотреть здесь нечего. Абсолютно. комбайн у нас 32 тысячи стоит. Обслуживание 190 долларов. Уборка картофеля, уборка свеклы, прицепы самосвалы у нас с вами такое же есть. 8 долларов в день обслуживания. Культиваторы, плуги, сеялки, веялки. Вот, распределители удобрений. Амазон за 9 тысяч, 9800. Внесение удобрений. Берем. Так, и что там у нас? 5426. У меня есть вот большое желание побыстрее расплатиться со своими долгами, откровенно говоря. Но тогда останется 400 долларов. Нет, давайте обождем, наверное. Все-таки это слишком мало, чтобы чем-то дальше заниматься. Нам же ведь еще с вами посеять надо. на том поле вспахать его нам нужно кроме того удобрить. Сейчас я загоняю, наверное, отвезу этот прицеп, заставлю работника пускать пашек, в том смысле. А сам сгоняю за этим распределителем удобрений на этом красном контракторе, который 57 тысяч стоит. Так, машины встречные не сбивать. Что тут у нас нет встречных? Поехали. А потом уже, наверное, пробежимся с вами по нашему цирку с двору. Вот эти вот знаки вопроса уберем. Ну, в принципе, тут все и так понятно. Что-то где? трактор ставим. Вот этот вот можно запрячь, а можно вот этот запрячь. Я думаю, культиватор, скорее всего, вот этот помощнее выглядит. Да и, наверное, быстрее будет, поэтому немножко изменю. план, поеду и на унтон. А вот на вот этом мы сейчас будем с вами культивировать. Вернее, я не все поле буду культивировать, я только начну, как любое дело. А дальше уже за нас будет работник работать. Так, я вот думаю, нужно ли нам подцеплять вот эту вот штуку. Давайте подцепим на всякий случай. Все-таки культиватор штука тяжелая, скорее всего, да, надо. Так, отлично. Погнали. У нас пол-одиннадцатого дня, и мы уже столько с вами дел сделали. два раза съездили урожай продали, полностью поле скосили. И сейчас будем культивировать, подготавливать куля к следующему посеву. Ну, а что сеять, то мы, как я говорил, уже с вами еще подумаем. Так, я надеюсь, что я захвачу не очень-то широкий, конечно, культиватор, но я думаю, что захватим. Сейчас посмотрим. Так, опустить культиватор. У нас вэф. Потихоньку поедем для начала на первой скорости, чтобы смотреть и не напортажить слишком сильно. так, вроде бы нормально получается. Кстати, вот почему-то трактор постоянно сносит вправо, непонятно почему. Тут нужно постоянно влево руль выворачивать. Так, Ну, неплохо получился. Первый проход у нас. заедем по второму. Мне просто самому интересно. Вроде бы, что здесь такого интересного? Да, спросите вы. Да вот как-то цепляет. Что не говорит. Так, ставим. что у нас важные витамины. Ящик с яблоками был отправлен по неверному адресу. Ваша задача доставить его получателю. Награда 5300. Нужен фронтальный погрузчик. Отказать. Кстати, да, если бы у нас был этот самый фронтальный погрузчик пресловутый, мы бы же с вами за сегодня 15 тысяч заработали. Как минимум. Ну, чем не читерство? Мне кажется, что это довольно-таки читерская доставка грузов, продуктов. Да и стрижка полей тоже. Насколько я помню, там гольф-пук вызывался. Постричь травку за 3000 с лишним. Так. Красиво. Глаз радуется. Ну, ладно. давайте выставим сейчас. Вот так правильно и пускай рабочий дальше культивирует. А мы с вами все-таки сгоняем за нашей покупкой и будем вслед за рабочим удобрять поле. вызывать рабочего у нас клавиша H. Посмотрим, как он действует. но неплохо тоже у него получается профессионал. Что тут скажешь? Так, ну, и у нас время второй серии заканчивается. Давайте сейчас бегаем на наш сельхоз двор, посмотрим, что здесь да как, буквально одним уклоском, а уже со следующей серии продолжим. поедем заберем, как я уже сказал, распределитель удобрений и начнем удобрять наше поле. Так, это у нас что такое тут? Как избавиться от соломы и сена? Если у вас есть лишние тюки соломы или сена, можете продать их, поместив их сюда. Пожалуй, у меня нет чем собирать это самое сено, поэтому там я, насколько знаю, очень дорогие эти тюка собиратели. Это у нас топливо, понятно, если у вас закончилось горючее, сюда приходите. Это у нас непонятно вообще, что это такое? Мусор. Здесь у нас кури. Пока что один бедный петух ходит. Бедняга заскучал, ему нужно будет двух куриц купить. Если вы купили кур, они попадают сюда. честно и откровенно мне его просто жаль. Смотрите, даже хвост опустил. Так, это у нас что такое? Это похоже склад картофеля, да, или что это такое? Картофель и сахарная свекла можно хранить здесь. Вот даже немножко тут есть картофеля. может взять немножко в сумку или в карман, да, отнести домой, пускай там жена картохи нажарит. Как раз обед скоро. Это тоже картошка. Так, ну и это у нас наверное семена, судя по вот этим, да, канола, мешки, это что у нас? Пшеница, кукуруза и еще что-то такое непонятно, картошка. Да, семена, если у вас есть свободные средства, здесь вы можете загрузить зерно в сейлки. Такие поддоны также находятся в совдовом центре и на рынке, понятно. Короче говоря, все ясно, мы с вами более-менее разобрались, посмотрели вот такой вот большой двор как раз для нашей будущей техники, которую я надеюсь мы с вами в скором времени купим. Ну а сейчас я с вами прощаюсь, всем спасибо кто смотрел, в следующей серии мы с вами будем обрабатывать поле и дальше наверное будем смотреть как растут цены на урожай и продавать. Вон у нас его сколько еще. Что ж, на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо кто смотрел, а я пошел обедать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok